Привет! Этот урок посвящен необходимым знаниям в начинаниях акварельной живописи. Мы будем разбираться, что такое градиентные заливки, отмывки и лессировки. Для этого вам понадобятся небольшие пару листочков. Можно один А4 или, как я, несколько маленьких. Наклеить к планшету, чтобы края ваши не заворачивались при намокании. Красочки и стакан воды с кисточками. Я начну рассказывать с градиентных заливок, что это такое и зачем они нужны. Для этого вам понадобится сейчас любой цвет, который вам нравится. Намочить кисточку, взять цвет и положить его от края до края на лист бумаги. Смотрите, градиентная заливка бывает двух вариантов. Первое, когда мы от контрастного цвета плавненько за счет воды начинаем делать переход в бледное состояние. Тем самым у нас получается градиент на высветление. Задача в том, что вы смачиваете границу и аккуратненько движениями горизонтальными вдоль начинаете растягивать до высветления. Если хочется поярче, то можно взять цвет поярче, положить еще раз сверху и аккуратненько растягивать. Суть заключается в том, что вы каждый раз смываете красочку с кисточки, мочите ниже необходимую и аккуратненько тянете, подцепив цвет, вниз. Это получается градиентная заливка одним тоном. Плавный переход от самого яркого цвета в самый светлый. Есть градиентная заливка несколькими цветами делается. К примеру, мы можем взять и добавить сюда оранжевый цвет. На стыке пересечения одного цвета с другим вы кладете следующий. И также горизонтальное движение начнете плавно вписывать один цвет в другую, как бы перемешивая его друг с другом. И тянете вниз. Также можно вводить постепенно другие цвета, делать все более ярким переход. Ваша задача, главное, не дать высохнуть моменту. Если у вас подсохнет граница, вы захотите дальше продлить, то получится жесткая линия стыка, не будет плавного перехода. Поэтому нужно именно аккуратненько смачивать водичкой, чтобы не было резких линий. И продолжать цветом, постепенно набирая яркость оттенков. Я это делала на горизонтальной плоскости, когда у меня лежит планшет на столе. То же самое можно делать под небольшим наклоном, чуть-чуть, немножечко приподнять. Тогда у вас будет более плавный переход, за счет того, что водичка будет медленно-медленно опускаться вниз. Советую попробовать и так, и так, и выбрать удобный для вас вариант. Цвет постепенно можно менять, затемнять вниз. Для чего мы используем градиентную заливку? Чаще всего при рисовании пейзажей, когда, например, хотите передать закатное состояние. Или затемнение в лугах, тоже градиентная заливка вам пригодится. Или просто для какого-то декоративного момента, если вам нужно, например, радугу нарисовать, в открытку передать какое-нибудь красивое свечение. Аккуратненько капельки советую снимать тряпочкой, чтобы не было развода. Иначе водичка может поплыть обратно туда, и будет белый некрасивый развод. Снимаем с краев всю лишнюю воду и оставляем подсыхать нашу заливку. Лично я чаще всего использую градиентные заливки, когда пишу закатные состояния. Переходы вот этих огненных оттенков в более холодный, фиолетовый, в желтый, красный. Только не переливаются между друг другом и от лучика солнца уходят в затемнение, в розовое малиновое состояние. А также использую очень часто, если делаю какие-нибудь веселые открытки, где нужно вписать леттеринг. Пишу потом поверх градиентной заливки или делаю что-то заранее маскирующей жидкостью, а потом градиентная заливка высыхает, оттираю и у меня получается белые участки. Если вы не знаете, что такое маскирующая жидкость, то можно по ссылке посмотреть мой ролик, где я рассказываю, как ей пользоваться и в чем ее особенность для акварельной живописи. Очень интересное приспособление для вставления белых участков на бумаге. Мой совет, как давно рисующего человека, в градиентной заливке стараться использовать именно беличьи или колонковые кисти. Почему? Потому что они очень мягкие. Вот у меня плоский вариант. Можно использовать такой же, к примеру, круглый из натурального ворса. Натуральный ворс больше впитывает влаги в себя. Тем самым вы сможете от края до края долго проводить длинные линии и не повреждая заливку делать вот этот плавный переход. Если кисточка будет синтетической, то она меньше берет в себя влаги. Вам придется чаще окунать в краску свою кисть. Тем сам, скорее всего, у вас подсохнет где-то на границе и плавного перехода вы можете не добиться. Это одно из важнейших условий. А второе, старайтесь не жалеть воды. Можно, например, делать это по-сухому, как я. Просто смачивать нижнюю часть постепенно, переходя один цвет в другой. А можно намочить полностью весь лист и заливать все эти цвета. Тем самым они тоже будут легко перетекать друг к другу. Главное, чтобы ваша бумага позволяла работать с живописью по-мокрому. Также градиентная заливка чаще всего еще используется в живописи Гризаль. Когда мы пишем всю картину одним цветом, тем самым это называется работа не с цветом, а работа с тоном. И тогда, получается, на растяжках одного цвета поражается вся картина. Для этого вам нужно всего лишь выбрать оттенок более нейтральный. Для Гризали чаще всего берут оттенки коричневых и черных, потому что они достаточно контрастные, концентрированные. С ними можно делать варьировость от самого светлого до самого темного с большими порогами, с большим переходом. И глаза не устают, потому что если делать всю картину красным цветом, глаза будут сильно уставать от яркого оттенка. Я чаще всего делаю Гризаль в цвете сепия. Мне больше нравится с коричневым подтоном. И смотрите, оттенок можно взять как очень-очень ярким. И я вам рассказывала, что путем смывания кисточки аккуратненько водичкой можно растягивать этот цвет на нет до самого бледного состояния. От концентрации до практически чистой водички можно растянуть цвет. Это тоже получается градиент. И можно писать всю картину. Вы можете посмотреть, сколько у него передач, как он смоется в самом светлом состоянии, как он смоется в самом темном состоянии. И написать целую картину в одной гамме, набирая потихонечку. Начиная от светлого. Помните, в акварели всегда начинаем от светлого, потому что затемнить вы всегда успеете. А высветлить это проблематично. Поэтому начинаем от более светлой гаммы. И постепенно до темноты можно набирать контрастность цвета. Получается, что градиентные заливки чаще всего применяются в тональной живописи, когда мы делаем что-то с тоном. В тональной живописи, когда мы делаем растяжку одного цвета, от светлого до темного, это тональная живопись, также это градиентная заливка. Они взаимосвязаны друг с другом. Раз мы затронули тему тональной растяжки, теперь поговорим, как можно усиливать не только растягивая в одном слое, например, один цвет, тот самый темный к самому светлому, а как еще можно наслаивать их друг с другом для затемнения. Тем самым переходим к следующей теме, это лисировки. Лисировки это послойная живопись. Когда у нас может быть несколько цветов, может один цвет наслаиваться друг над другом, тем самым он будет затемняться в процессе. Если мы работаем с одним тоном, то обычно мы проходимся цветом по какому-то объекту. Если надо, мы можем его также размыть где-то, если нам нужно передать, что он там светлеет, темнеет. Но чтобы положить следующий слой, нам нужно подождать, когда он высохнет. Поэтому мы ждем полного высыхания этого слоя и после этого переходим к наслаиванию следующего. Слой подсох. Теперь смотрите, я беру тот же оттенок и тот же по концентрации тон. То, что я намешала на палитре, я беру еще раз. И если я положу сверху, то там, где эти цвета состыкуются, пятно становится темнее. Получилось наслоение и он затемнился. Я думаю, вы уже догадываетесь, что работа получается тем, что когда полупрозрачная краска друг на друга наслаивается, как пирог, она постепенно начинает темнеть. Теперь я немножечко вернусь к нашему градиенту и тональным растяжкам. Я положила на сухое пятно новое пятно, не размывая. И видите, у меня получилась жесткая граница. Вот чтобы таких границ не получилось, мы учимся о градиентной растяжке, когда у нас за счет воды получаются плавные переходы. Их можно либо смачивать до этого, я могла намочить все пятно, а потом положить там, где надо мне новое. Либо я положила сейчас, и пока оно не высохло, я промываю кисточку, желательно чистой водой, и размываю границу. Но здесь есть маленький нюанс. Во-первых, нужно это делать чистой водой. Всегда, когда вы делаете растяжки, особенно если у вас варьируется от светлого до темного, чаще менять воду, иначе когда вы будете, например, работать с фиолетом и захотите подняться опять вверх, растянуть, то фиолетом может захлестнуть на желтый цвет, и у вас получится такой неприятный тенок коричневого. Как бы работа превратится в грязные цветовые сочетания. Второе, на ярком примере я показала, если у вас бумага, например, не терпит размывок, растяжек, то может повредить она нижний слой. Как это можно понять? Вы положили цвет, он высох, вы начали размывать границы, и у вас все смылось. Скорее всего, бумага не держит, не впитывает в себя слой, а наоборот, оставляет его на поверхности. Тем самым, очень сложно будет делать размывки, какие-то очень длительные работы с лессировками, потому что вот так вот все цвета начнут у вас размываться. Тем самым, вам будет тяжело работать, наслаивать друг на друга, потому что если вы захотите где-то сделать плавный переход, вы не только сделаете переход в цвете, который у вас был наложен сверху, но вы еще повредите тот цвет, который был снизу, и они смешаются друг с другом, превращаясь в какую-то новую метромофоз. Теперь давайте поговорим о лессировках, когда мы работаем с несколькими цветами. Вся суть в том, что вам нужно заранее обдумать, а будут ли сочетаться два разных цвета друг с другом. Я вам сейчас покажу такую яркую картину. То, что если я возьму желтый цвет, подсушу его, а сверху положу на него красный, то когда они соединятся друг с другом, у меня получится новый оттенок оранжевый. Когда они наслаиваются друг на друга, желтый плюс красный, мы получаем оранжевый. Это классическое сочетание. Мы знаем, что всегда можно получить красивый цвет. Представьте, что лессировка это не только наслоение. Подумайте о нем как о смешивании двух отдельных оттенков. Теперь давайте возьмем и то же самое. Сделаем, например, желтый тоже цвет и фиолетовый. Теперь, если они начнут наслаиваться друг на другу, у нас получается такая грязь. Поэтому, когда работаем с живописью акварельной, и не только, кстати, такое и в масле, только там, если они высохли, то прекрасно можно желтый наложить на фиолетовый, и ничего страшного не случится. Здесь неважно, высохли они или нет. Если они наложатся друг на друга, то вы образуете в сочетании грязь. Повторяю сейчас провести такой же эксперимент с вами. Вот, например, дать им по-мокрому соединиться. И то же самое давайте мы повторим, если они будут по-сухому. К примеру, я беру желтенький, другой возьму вот раз лимонный. Подожду, когда этот цвет высохнет полностью. Если вам не хочется ждать, то в такой ситуации, чтобы ускорить рабочий процесс, познание вот этого новых техник, вы можете подсушивать феном каждый слой, чтобы работа у вас с вами немножечко быстрее. Наш слой подсох. Теперь возвращаемся к лессировкам. До этого были, когда два цвета мокрых, и они наслоились друг на друга. А теперь один цвет у нас высох, и как его наслоить на него новый? Мы делали то же самое с одним оттенком, когда мы один и тот же тон накладывали друг на друга, и с захлестным цвет просто темнел. Здесь будет не только темнеть цвет, потому что всегда какой-то оттенок темнее, другой светлее, и в любом случае на слое друг на друга будет еще темнее становится. Здесь еще будет изменяться цвет. К примеру, я беру синий. До этого был у меня желтый, теперь я беру синий. Вот так два цвета выглядят отдельно друг от друга. А теперь я этот цвет начинаю наслаивать на желтый. И он у меня превращается в новый оттенок, в зеленый. Видите, какая получается история в акварельной живописи, что два цвета путем наложения друг на друга могут превратиться в новый цвет, смешаться как по мокрому, два оттенка были мокрых, и они смешались друг с другом, так и по сухому. Но по сухому, если вы не размываете кончик, граница, видите, четкая. Здесь она расплывалась у нас, так как два были мокрых оттенков. Здесь остается четкой. Если вы хотите границу сделать мягкую, то тогда вам нужно аккуратненько чистой водой промывать кисточку и смачивать как градиентную заливку. Кончик намочить и плавненько растянуть цвет. Для чего вообще нужен сегодняшний наш урок? Для того, чтобы вы научились это делать до того, как начали рисовать какую-то сложную композиционную работу. Там натюмор, пейзаж, анималистика. Перед тем, как рисовать, нужно попробовать на отдельном леске бумаги чисто технические вопросы, потому что в каждой картине, какую бы вы ни рисовали, всегда встречаются эти все приемы живопищи. Когда нужно делать плавные растяжки либо одного цвета, либо несколько переходящих друг к другу, когда нужно накладывать либо один цвет друг на друга, либо наслаивать путем смешения или путем высохшего слоя друг на друга другие краски. Это встречается абсолютно в любой картине, какую бы вы ни делали. Поэтому нужно заранее потренироваться, почувствовать, сколько нужно набрать на вашу кисточку воды, сколько бумага у вас впитывает воды, потому что материалы тоже бывают разные и эффекты от них разные. Какие-то листки бумаги очень сильно всасывают воду и порой их нужно два раза смочить. А какие-то наоборот держат воду на поверхности, потому что у них другая клеевая прослойка и она не так сильно впитывается. И их нужно совсем слегка намочить. Есть кисточки, мы до этого с вами обговорили, то, что из мягкого форса они впитывают больше влаги и вам легче ей делать плавные переходы. А есть синтетические кисти, которым наоборот трудно делать плавный переход, потому что они мало впирают в себя воды. Их нужно постоянно макать. И, скорее всего, в процессе, к примеру, градиента у вас будет все высыхать, не доходя до конца. Вы не успеете просто делать этот прием от края до края. Поэтому, прежде чем приступать к работе и расстраиваться, что у вас что-то не получается, нужно именно посмотреть урок и пройти технические вопросы на любом акварельном листке. Не обязательно покупать какую-то супер профессиональную бумагу. Главное, чтобы это был акварельный лист. Не рисуйте на ксероксах, потому что они не держат ни краску, ни воду никак. Эта бумага не предназначена для работы с водянистой красочкой. Она только для принтера. Поэтому берете плотный листочек, который хорошо держит влагу, и на ней начинаете оттачивать технические навыки. Смотрите, какие материалы у вас есть, чтобы прочувствовать их. Может быть, вы поймете в процессе, что вам какой-то, к примеру, кисточки не хватает, либо, наоборот, более мягкой и крупной, либо маленькой для детализации, прежде чем приступить к какому-то серьезному подходу к картине. Правил каких-то прям конкретных нет. Это зависит от того, что вы рисуете, в каком стиле. Это может быть картина в одном цвете, картина в разных цветах. Главный мой совет. Первое. Не ленитесь высушивать слои. Вот вы можете проложить все бледненько, там, прокрыв, например, фон бледно, подсушили его, потом проложили, например, яблоки у вас, там, прокрыли яблоки бледно, подсушили их. Потом у вас, когда не осталось белых мест на картине, вы берете и повторяете все, например, либо яблоко прорисовываете полностью, на каждый слой высушиваете, либо фон доделываете сначала, каждый слой высушивая. Если вы не будете ждать высыхания, то, скорее всего, у вас появятся некрасивые разводы. К примеру, вот если у меня сейчас не высох, синий цвет, и я сейчас начну что-то на нем накладывать, то у меня будут просто пятна неприятные, потому что я буду смывать случайно нижний слой краски, и тем самым сделаю какую-то некрасивую грязь, что превратит изображение в некрасивое, скажем так, простыми словами. Поэтому не ленитесь, дайте подсохнуть. Да, я не против подсушки фена, но с феном тоже нужно быть осторожным. Если у вас бумага еще блестит, вы чувствуете, что вода на поверхности, то феном можно случайно потоком резкого воздуха сдвинуть с того места, в которое вы его положили. Я советую сначала все-таки дождаться, когда глянец из бумаги исчезнет, а потом уже ускорить внутреннее высыхание путем фена. Аккуратненько нагрев бумагу, чтобы высохло все быстрее. Либо ждать, когда это высохнет само, просто у вас будет чуть-чуть дольше идти работа. Вы можете отвлекаться на какие-то другие вопросы, например, пока сохнет, подумать, а какой этап следующего рисования у вас будет, какие цвета вы для этого будете брать, смешать их друг с другом. Бывают такие ситуации, что некоторые краски смешатся друг с другом красиво, мы уже об этом говорили, а некоторые не очень. И знание этого происходит процессом только практического. Когда вы начинаете, у вас будет больше вопросов, вам придется чаще смешивать цвета, чтобы познать, какие у вас сочетаются, а какие нет. Потом это все будет как в копилочку откладываться в вашей голове, и не возникнет у вас вопросов, а будет они красиво смешатся или нет. Скорее всего, вы будете уже это помнить. Я даже на отдельном леске покажу мой любимый прием, когда смешивают цвета, сочетающие друг с другом или нет. Я думаю, все вы знаете, что синий с красным даст фиолетовый цвет. Это мы еще учили в детском саду, это знает каждый школьник. Но никогда не задается вопрос, какой синий и какой красный. Вот если открыть, например, мою коробку с красками, у меня много синих оттенков и много красных оттенков. Не все оказываются синие, не со всеми красными, дают красивое сочетание. К примеру, я возьму цвет синий, который называется ультрамарин, и положу его на листок бумаги. Такой красивый синий оттенок. И из красных я возьму карминовый. Такой красивый красный. Если их между собой соединить, то у меня получится очень интересный фиолетовый оттенок. Я возьму другой синий, называется он голубая, ярко-голубая в невской палитре. Такой более яркий, сочный, синий цвет. Тоже очень красивый. И возьму другой красный, который называется кадмий. Тоже яркий, красивый, красный. А теперь их смешаю. Смотрите, что у меня не приблизили к фиолетовому. Вообще. Мы получили коричь. И чтобы у вас таких сюрпризов не было, я советую с вами проделать такое задание на смешение. Тоже взять листочек бумаги. Начинающим вообще мой призыв не покупать коробки с краской, где очень много цветов. Лучше поучиться именно смешивать. 24 вам будет достаточно для всего. Можно взять даже меньше. Топ-20, там 18, к примеру. И посмотреть, как они смешат друг друга. На каждом уроке с вами я говорю, что сначала ознакомьтесь вообще с цветовой палитрой. Какие у вас цвета есть в коробочке. А потом посмотрите, как они смешиваются хотя бы в классическом сочетании. Например, как желтый с синими. И посмотрите, как желтый разный с разными синими даст у вас зеленый. То же самое, например, проделать с красными. Как разный красный с разными синими. Какие они идут оттенки. Фиолетовый или вот как интересно у нас получились коричневые. И третье сочетание. Вот про как мы получаем оранжевый. Посмотрите, как разный желтый с разным красным дают разный оранжевый. Хотя бы на классику. На те цвета, которые мы знаем, что красный плюс желтый будет оранжевый. Синий плюс красный будет фиолетовый. Синий плюс желтый будет зеленый. И так далее. Вот через три цвета. Желтый, красный и синий. Создать новые оттенки. И посмотреть, как они между собой смешиваются. Это очень вам поможет в работе с градиентами и с лисировками. Теперь мы переходим к последней теме, не менее важной на этом уроке. Это отмывки. Отмывка это когда, например, вам нужно высветлить тот цвет, который вы положили. Или, к примеру, вы залезли, случайно рисовали лилии, делали фон и случайно залезли на лепесток. Тоже, чтобы смыть этот оттенок, нужно применить технику отмывка. Для этого вам нужна кисточка, которая будет теперь жесткая. Например, белка и колонок уже отпадают. Натуральный любой ворс отпадает. Он мягкий, он именно на влагу. Он для других задач применяется. А для отмывки нужна любая жесткая кисточка. Желательно, чтобы это была синтетика для аквареля. Синтетика может быть кругленькая, может быть плоская. Главное, берите акварельную. Если она будет у вас очень жесткая, такая очевидная синтетика для масляной живописи, то вы можете просто дыру протереть в своем листке. Кисть должна быть все-таки помягче, такая более упругая, гибкая, но держащая форму. Если я возьму то же самое с натуральным ворсом, то она форму не держит. Видите, она вот так вот распушится может, натуральный ворс. Обратно не возвращается. Вы как бы его распушили, он так и остался. Натуральный ворс имеет такое свойство. Синтетика, как бы вы что бы с ней ни делали, она всегда возвращается в ту же форму, в которой она была изначально. Тем самым вы можете почувствовать разницу между синтетической кисточкой и натуральной. Второй нюанс, для чего она еще нужна нам синтетика. Помните, я говорила, что натуральный ворс впитывает много воды и удобно делать градиент. А синтетика так не делает. Вот в отмывке это плюс. Она не впитывает много воды и у вас не будет лужи, когда вы начнете размывать цвета. Ваша задача промыть кисточку в чистой воде, подсушить ее тряпочкой, бумажной салфеточкой, всю влагу из нее снять. И аккуратненько в том месте, где вы хотите отмыть, начинать растирать пятнышко. Периодически вам нужно будет промокать кисточку, смывать цвет, обсушивать ее и продолжать дальше, до тех пор, пока вы не дойдете до светлого пятна. Я показала вам, как сделать круглую кисточку. Мне больше нравится для отмывки плоские кисти. То же самое. Плоской кистью легче сделать тонкую линию, чем круглой. Хотя, смотрите, как размер отличается. Круглая кисточка плющится и становится линия больше. Здесь можно аккуратненько работать ребром и смывать цвет. Либо тоненькую полосочку, если вам нужно какую-то там вернуть грань. Можно отмыть большое пятно. Главное чаще полоскать кисточку. Вот я потерла, полоснула, подсушила, потерла, сполоснула, посушила. Чтобы вот здесь вот у меня в светлом месте грязного пятна не образовалось. Потому что вы как бы смываете краску, она расползается. Если вы не будете ее чистой водичкой вот так подбирать, то получится еще одно дополнительное грязное пятно. Но с отмывкой не все так просто. Кажешь, ну что здесь, помыл и все. Нет, на самом деле есть свои нюансы. Они связаны уже не только с кисточкой, что здесь нужно пожестче. У отмывки есть еще такие нюансы, как не любая бумага терпит отмывки. Вот сейчас, если возьмете какую-нибудь дешевую целлюлозу, к примеру, или холдинг, там, палаццо, то, что вы встречаете в полках художественных магазинов и даже канцелярских, ну там, рыбачка есть такие фирмы, вот она отмывку не выдержит вообще никак. Любое вмешательство жесткой кисточки превратит вашу бумагу в один комочек. Просто в катушку. И чем дольше будет тереть, тем больше будет становиться ваша дыра. И так вот совсем до огромного, как дырка в облике, протрете бумагу. Она будет сразу скатываться. Поэтому прежде чем думать, ой, я легко исправлю отмоя потом, проверьте на уголочке бумаги, а сможет ли вы на той бумаге, которую вы себе приобрели, вообще проделать эту работу. Потому что, видите, с моей ничего не становится. Как бы я ни терла, никаких катушков здесь не происходит. Я могу даже на эту бумагу спокойно пойти и под краном с губкой помыть, и с ней ничего не случится. Это и плюс, и небольшой минус. Пигмент так сильно въедается в волокно, что до белого состояния на такой бумаге я не смогу ее вымыть никогда. Получается так, что красочка не осталась на поверхности. Она проникла вглубь вашего листка, и вымыть ее оттуда будет сложно. Мне лично это не мешает, потому что я отмывку делаю редко. Я не думаю о том, что я потом буду что-то размывать. Поэтому если какой-то маленький нюанс мне нужно смыть, осветлить именно, я смогу. Но если я захочу именно смыть до конца, то тут уже только методом проб и ошибок экспериментировать с бумагой, пробовать под свой именно стиль, подбирать ту, которая вам подходит. Потому что мы все рисуем разные. Кто-то любит сильную лисировочную живопись, кому-то нравится стать отмывки, а кто-то рисует только в одном слое. Он один раз смочил, за раз все нарисовал, и никаких дополнительных вмешателей в свою картину не вносит. Поэтому у него совсем другие претензии к акварельным материалам. Новичкам советую брать именно ту бумагу, которая не идет катушками. Потому что вы точно будете, скорее всего, отмывать, исправлять что-то, перфекционизм будете включать свой. Поэтому если бумага будет идти катушками, то вы не сможете работать с техниками-лисировками, потому что здесь тоже получается легкое трение, когда один слой накладывается на другой. И с техникой отмывка вы тоже не сможете работать, потому что у вас сразу пойдет все в комочки. Отдельно обзор про бумагу. Если у вас сейчас возник вопрос, а на какую смотреть, как обращать, у меня есть для этого тоже видеоролик про фактуру, про составы, в чем отличие разной бумаги. Вы можете его изучить, а дальше выбрать то, что вас заинтересовало. Второй нюанс – это краски. Здесь нет такого, что есть краски какие-то плохие, есть краски хорошие. Нет, просто наши все цвета делаются из разных пигментов. Есть пигменты более цветостойкие, более укрывистые, а есть более такие прозрачные. Сколько бы ты их не наложила, они все равно будут легкие, такие полупрозрачные, не укрывистые. Как узнать этот цвет? Есть только два варианта. Либо изучать надписи, какие есть на ваших красках, на каждом цвете. Именно не краски, целая коробка, а именно на каждом цвете, какие у вас есть там надписи. Всегда есть специальная пометка о том, что краска очень такая терпкая, яркая. Ее размывать будет сложно. А есть пометки цвета, которые смываются легко. Я лично не задаюсь таким вопросом, какой цвет там легко отмоется, какой нет. У меня все методом только проб ошибок идет. Я могу проверять. Вот вам на сепии показала. То же самое показать с красным цветом, как он будет размываться у нас. В любом случае, они все будут чуть-чуть сходить. Просто некоторые цвета можно до белого состояния размыть бумагу, прям вернуть в белый лист. А некоторые цвета можно только осветлить, а белая бумага уже не вернется. Я тру, а белая листка мне уже не видать. Если сравнивать с сепией, как мы размывали, желтый почти сошел, красный не так легко сошел, но уже побледнел. Здесь я тру по одному и тому же месту. Фиолетовый я натираю, натираю. Он высветляется, но до белого листка дойти будет невозможно. То же самое можно пробовать с синим цветом. Синий тоже осветляется, но до белого не дойдет. Лимонный вообще ничего не происходит. Он очень яркий, укрызистый цвет, и высветлить его сложно. Представьте, вроде светлый цвет. По сравнению с этим намного светлее, но здесь как легко отмывался, а здесь ничего не происходит. Все основное я вам показала. Хочу только вернуться к вопросу о лисировках и градиентах. Так как часто бывает такое, что вы положили, к примеру, небо, сделали все цвета, а при высыхании они поблекли. И вам кажется, что не ярко. Вроде должен быть закат, а все-таки еле-еле оттенок цвета у вас остался на листке. Да, такое происходит. И на любой градиент можно наложить еще одну заливку. У вас же получается такая смешанная история как бы градиент плюс лисировки. Они очень тесно всегда между собой связаны. Вот тема градиента, тема растяжек и тема лисировок. Наложить всегда можно новый слой на другой. Учитывать только нужно два фактора. Первое, вам нужно хорошо промыть кисточку и налить чистую водичку, так как вам нужно будет смочить полностью красочный слой, и чтобы грязной водой это не испачкать. Второе условие. Немножечко вспоминать, будут ли у вас какие-то цвета сочетаться друг с другом. К примеру, вы использовали желтый, оранжевый, красный и фиолетовый, как я. Захотели вы затемнить немножечко и фиолетовый зачем-то потянули в желтую сторону. Всегда вспоминаем историю, что может дать некрасивое сочетание. Вам нужно обдумать заранее, чтобы вы грязный цвет не получили, как они смешатся друг с другом в вашей картине. Вот я, к примеру, сейчас намочу полностью опять весь лист. До этого показывала по-сухому. Сейчас покажу то же самое по-мокрому. Я смочила весь листочек и могу начать, например, ту же краску на то же место. Начать с желтого цвета, потом перейти к оранжевому цвету. Это захлёстый наделал один цвет на другой для плавного перехода. Потом перехожу к красному цвету и завершаю все это фиолетовым. Помните, если наклонить немножечко планшет, то переходы будут более плавные. Главное, все вот эти капельки, которые у вас будут стекать, убирать, чтобы они не вернулись обратно, не дали вам некрасивый развод. И вспоминать про смешение. Не было, чтобы вы вот так вот что-то фиолетовым поделали, а потом взяли и потянули зачем-то это наверх в желтый цвет. Призываю вас всегда думать, прежде чем что-либо делать. Этот урок, посвященный техническому приему, подходит к концу. Я надеюсь, что все мои советы помогут улучшить качество вашей акварели. Или если вы до этого не знали эти техники, теперь вы их узнали, и теперь дело за вами. Отрабатывайте их, тренируйтесь. И если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, я обязательно отвечу. До новых встреч, пока!